Да, вот он, вижу. Хмур, суров, сосредоточен. Ростислав, приветствую. Добрый день. Я не знаю, сколько ты видел, как бы, и тематизация программы тебе понятна, или ты подключился недавно. Имеет ли смысл, так сказать, перечислять рамки? Подключился я, когда меня подключили. Подключился я, когда меня подключили, то есть недавно. Значит, но темы ты мне написал. Ваши последние пять минут с Яковом Кедми я слышал. Значит, не понял, зачем вы похоронили Россию, но так, в принципе, все понятно. В основном можно согласиться. Понятно. Мы Россию, кстати, не хоронили. Мы, наоборот, сказали, что все у нас будет хорошо. Как же, как же, Дима? Как же, Дима? Вы в один голос с ним сказали, что достаточно убрать Путина, и Россия исчезнет. Вот, Ростислав, неправда ваша. Неправда ваша. Это не мы сказали. Посмотри. Ну, давай все-таки вернемся к системному анализу. Во-первых, во что там они верят, сказать сложно сейчас, потому что их верования меняются с утра к вечеру. Значит, во-вторых, я не думаю, что если бы ты захотел бы их разубедить, ты бы их в чем-то разубедил, и это правильно. Значит, незачем прислушиваться к своим политическим оппонентам. Ты же им зла желаешь. Значит, зачем же они должны принимать твои возражения на вооружение. Вот. Но, в принципе, конечно, у них сейчас ситуация достаточно плохая, но не настолько плохая, как кажется иногда со стороны. Вернее, она-то может быть еще хуже, но нет ничего никогда в мире абсолютно плохого и непоправимого. И в этом нас, собственно, судьба России убеждает, которая в конце 90-х годов находилась уже за гранью добра и зла, и ничего, достаточно бодро выкарабкалась. Значит, сегодня, в общем-то, претендует на лидирующие позиции в мире. Поэтому, если в 90-е годы я говорил своим знакомым и коллегам, что не надо делать абсолютную ставку на вечный и бесконечный Запад, потому что за 10 лет до распада Советского Союза никто не мог предположить, что это произойдет. И вы не знаете, что будет через 10 лет Соединенными Штатами или Европейским Союзом. То я тебе сейчас скажу, мы сейчас не знаем, что будет через 10 лет Соединенными Штатами, Европейским Союзом и с Россией и Китаем, кстати, тоже. Мы делаем выводы на основании определенной динамики. Да, сейчас надо для России, для Китая позитивно, для Соединенных Штатов, ну, о Великобритании я вообще не говорю, потому что государство такого масштаба сейчас на что-то претендовать в мире, кроме второстепенной роли, не могут. Ну, для них эта динамика сейчас негативна. И если просто экстраполировать это в будущее, то да, можно там посчитать, им осталось 10 лет или 5 лет. Но, во-первых, мы видели, что в Соединенных Штатах все-таки руки не опустили. Там идет борьба за будущее страны. Собственно, борьба между Байденом и Трампом, или между трампистами и байденитами, значит, между левыми либералами и правыми консерваторами — это именно борьба за выбор такого будущего. И, в общем-то, опять-таки, мы не знаем точно, в каком бы состоянии оказались Соединенные Штаты в 2024 году, если бы, начиная с 2016 по 2020, демократы бы не совали палки в колеса трамповской администрации, а в американской традиции признали бы свое поражение и начали бы работать единой командой на благо Америки. И если бы они в 2020 году не произвели бы государственный переворот, который привел, по сути дела, к гражданской войне в Соединенных Штатах, которая еще только разворачивается, разгорается сейчас. Поэтому сказать, что для них все однозначно так плохо, мы не можем. Да, у них выбрана крайне неудачная стратегия, крайне неудачная. Я бы, в общем-то, сравнил бы эту стратегию со стратегией, которая в какой-то степени вынуждена была избрана в свое время, в конце 40-х, в начале 50-х годов, Израилем, а потом стала для него обыденным делом. Значит, то есть попытка всех подавить и все выиграть. Значит, в Израиле, кстати, тоже пытались перейти к другой стратегии, да, подозреваемый мир в обмен на землю, то есть договориться все-таки с окружающими арабскими странами. Но, тем не менее, превалирующая тенденция и у политиков, это всех победить. А всех победить невозможно. То есть рано или поздно ты надрываешься. И для маленького Израиля это грозит тем, что там 5, 10, 15, пусть 25 лет, но когда-то наступает момент, когда ты надрываешься, и тебя сбрасывают в море. А для больших Соединенных Штатов это заканчивается тем, что они вчера были гегемоном, а сегодня никто из вас их никак. Значит, но, ведь мы же знаем, что до этого Соединенные Штаты реализовывали вполне разумную стратегию. Кстати, и Британская империя когда-то реализовала вполне разумную стратегию. Они не содержали большей армии. Они не пытались присутствовать везде. Они присутствовали только в ключевых точках, а воевали чужими руками. Для них, извиняюсь, Индию завоёвывали индусы. А Америку для них завоёвывали в значительной степени индейцы, которые воевали друг с другом. Они только обеспечивали поддержку нужных племён в нужное время, в нужном месте. Я приводил пример, что, в общем-то, до начала Гражданской войны в Соединённых Штатах американская армия составляла 5-10 тысяч человек, регулярная армия. И, допустим, Мексиканскую войну выиграла не регулярная армия Соединённых Штатов, это было фактически ополчение Штатов. А регулярная, постоянная армия составляла 5-10 тысяч человек. Они вообще считали, что опасно давать федеральному центру в руки такой сильный козырь, как сильная регулярная армия. У британцев по другой причине, но их регулярная армия тоже была очень незначительна по своим размерам. И она даже на, собственно, Европейском театре боевых действий никогда не могла предпринять что-то серьёзное. А уж в колониях она и вовсе была представлена отдельными офицерами, отдельными подразделениями. А в основном, опять-таки, кто там реализовал британские имперские амбиции? Это были либо Устинская компания, которая вербовала всякое отребье в свои войска. Но в значительной степени это были опять-таки подразделения и армии местных владельцев, местных всяких набобов в Индии, которые воевали за британские интересы. А потом такие же точно сипаи, такие же точно колониальные войска, навербованные из египтян, суданцев, из кого угодно. Кто находился под британским протекторатом, тот в Британии служил. И тот, в общем-то, за британские интересы и воевал по всему миру. И вот это-то давало им силу. Это-то позволяло им сконцентрировать ресурсы на своём собственном развитии. Не распылять их на бесконечное строительство военных баз по всему миру и на бесконечное подавление разного рода своих реальных гипотетических противников. Не пытаться подорвать чью-то экономическую мощь, а просто быть значительно мощнее и быстрее развиваться, чем остальные, за счёт концентрации ресурсов на собственной промышленности, на собственной экономике. Значит, именно таким образом и Британская империя, собственно, стала мировым гигионом, и после неё Американская империя таким же образом стала мировым гигионом. Только Британская перестала им быть. В результате вот этого блестящего способа существования Британская империя закончилась. Спасибо, что ты меня напомнил. Я как раз об этом и говорил. На чём сломались британцы? Британцы сломались на том же, на чём сейчас сломаются американцы. Они решили, что они сильнее всех и могут присутствовать всегда и везде. И у них неограниченный ресурс. Да, они приняли концепцию строительства флота, который должен был быть мощнее двух самых мощных флотов всего остального мира. Они фактически развязали первую в мире гонку вооружений, но на тот момент военно-морских. И вот на этом они сломались. Да, они выиграли, формально они выиграли и первую, и вторую мировые войны. Но они не вынесли этого имперского напряжения и сломались. А Соединённые Штаты в это время сидели, спокойно смотрели и продавали всем оружие. И приходили на войну уже только тогда, когда надо было делить трофеи. И поэтому воевали одни, а бонусы от этих войн получали другие. И на этом американцы создали свою глобальную империю. Но создать это одно. Потом приходят следующие поколения, которые уже привыкли к тому, что мы империя, мы самые сильные. И как это мы будем с вами считаться и договариваться, если мы уже империя? Мы будем вам диктовать. А для того, чтобы диктовать, надо посылать легионы. И вот на этом следующие поколения надрываются всегда. Потому что они уходят от стратегической практики, которая позволила эту империю создать. Империи не создаются силой. Империи создаются искусством. В основном политическим и дипломатическим искусством. Сил на всех никогда не хватает. Так вот, нам, в принципе, грозит то же самое. У нас уже сейчас в обществе очень серьёзное настроение по поводу того, что мы должны на всех, кто нам не нравится, топнуть ножкой и послать войска. И эти настроения господствуют не только среди простого народа, который смотрит телевизор. Но если и те, кто из телевизора ему эти идеи внушает. Многие наши с тобой хорошие, знакомые, очень неглупые люди. И очень искренне верят, что если направо и налево рассылать воздушные флоты и танковые армии, то именно таким образом можно повысить авторитет России во всём мире. И именно таким образом можно решить все российские проблемы. Хотя именно таким-то образом можно Россию и закопать. И, в общем-то, в политическом классе это тоже присутствует такой подход. А зачем, собственно, мы будем разговаривать, если мы можем заставить? И да, пока что действительно, благодаря собственному подходу Путина и благодаря подходу команды, которую он создал, мы идём более разумным путём. И несмотря на то, что наша власть искренне отрицает желание построить или восстановить империю, но именно этим она и занимается. Это объективная реальность, в которой Россия живёт. Своим искусством обеспечения российских жизненных интересов российская власть, по сути дела, империю строит. И именно это пугает Соединённые Штаты. Именно поэтому они ненавидят и нас, и нашу власть, потому что Россия, по сути дела, занимает их место в мире. Да, они привыкли, страдая, они страдают экономическим детерминизмом. Значит, да, они привыкли всё измерять размерами ВВП. Значит, не анализируя ниоткуда этот ВВП берётся, ни как эта экономика конкретная работает. Поэтому да, они долгое время действительно боялись Китая. И сейчас боятся Китая именно как экономического конкурента, потому что именно с Россией они почти не торгуют, я имею в виду Соединённые Штаты, а с Китаем у них большое отрицательное сальдо в торговле, они испытывают именно поэтому большую финансовую нагрузку в двусторонних экономических отношениях с Китаем. И да, они свою промышленность по собственной глупости в Китай вынесли. Но если ты проанализируешь события последних десяти лет, то военно-политическое место Соединённых Штатов в мире занимает не Китай, его сейчас занимает Россия. Это Россия вытеснила Соединённые Штаты с Ближнего Востока, из ключевой точки глобальной политики. И это Россия фактически является цементирующим звеном Большой Евразии. А если смотреть шире и глубже, то даже Евроафрики, потому что по большому счёту цементирует Россия три континента — Европу, Азию и Африку. И не случайно сейчас в Африке активно начинает присутствовать российский капитал, поддержанный российскими политическими и гибридными военными структурами, впрочем, официальными тоже. Да, в Африку и китайцы заходили, и многое там покупали. Но китайцы заходили туда на протяжении очень длительного периода времени, осторожно, заходили в основном с деньгами, пытались покупать совместные режимы. А Россия пришла с эксклюзивным предложением. Безопасность. Да, и зашла туда моментально. Она обеспечивает безопасность в обмен на свои экономические интересы. Причём она эту безопасность обеспечивает практически гарантированно. Значит, именно Россия сейчас занимает место Соединённых Штатов в военно-политическом раскладе планетарном. Поэтому, кстати, американские руководители и заметались по поводу того, кого же надо уничтожать первым, Россию или Китай. Понятно, что надо вначале бить по слабому звену, а потом вместе с ним по более сильному. Если раньше они слабым звеном считали Россию, то с момента прихода к власти администрации Трампа они перенесли усилия на Китай. И, в общем-то, Байден заявил, что он в этом отношении будет продолжать политику Трампа. То есть они уже исходят из того, что… Как они это обосновывают, да, это другое дело. Но они исходят из того, что в военно-политическом плане им сломать Китай сейчас проще, чем Россия. И пытаются это сделать. Вопрос, решатся ли они на войну, значит, очень похоже, что решатся. Наверное, попытаются сделать её ограниченной, но у них действительно нет… В рамках принятой ими стратегии у них нет другого решения данной проблемы. Те времена, когда американцы выстраивали искусные дипломатические ловушки, скажем даже так, когда Никсон фактически решил большое количество проблем Соединённых Штатов, перенеся центр тяжести американской политики с Тайваня на материковый Китай, обеспечив его присутствие в Организации Соединённых Наций в Совете Безопасности и противопоставив, по сути дела, Китай Советскому Союзу, связав советские силы в значительной степени на Дальнем Востоке, то есть заставив Советский Союз вести холодную войну на два фронта, те времена давно прошли. Сейчас Россия так работает. Наши патриоты долгое время возмущались, почему мы продаём Китаю авианосцы, почему мы продаём Китаю технологии, почему мы делаем одно, второе, третье. Но дело в том, что, помогая китайскому вооружению, мы обеспечивали военный противовес Соединённым Штатам в Тихом океане в очень серьёзной для них зоне, мимо которой они пройти не могли. И мы обеспечили концентрацию Соединённых Штатов на противостоянии с Китаем в Тихом океане. И за счёт этого надолго развязывали себе руки. То есть по большому счёту при помощи Китая мы сделали то, что Соединённые Штаты пытались сделать при помощи Украины, Белоруссии, Грузии, Прибалтики и всех остальных подсоветских стран. Настолько связать России руки во второстепенных регионах, чтобы она не могла играть активную роль в глобальной политике. Вот поддержка программы китайских вооружений обеспечила России спокойное десятилетие. которое российское руководство, в общем-то, с толком использовало. И сейчас мы пожинаем плоды этого спокойного десятилетия, очень такие сочные, вкусные и сладкие плоды. Поэтому я ещё раз подчёркиваю, что, в общем-то, мы должны понимать, что ситуация в мире меняется очень быстро. И зачастую государство является результатом одной маленькой ошибки, когда процветающая страна может улететь в Тартарары. И наоборот. Одно маленькое правильное решение, выбор долговременный, один выбор в своё время сделанный долговременного правильного пути развития может вывести государство из ямы и поднять его на сияющие высоты. Сейчас, в данный момент, Россия реализует классическую стратегию имперского строительства. Империя никуда не торопится. Это люди торопятся. Это люди хотят при своей жизни увидеть в составе российского государства и Париж, и Аляску, и даже Мексику. Не говоря уже обо всём остальном, что когда-то России принадлежало. А империи спешить некуда. Империя существует всегда. Значит, она может и через 20, и через 200 лет присоединить какие-то территории. А может их вообще не присоединять. Потому что для империи, опять-таки, важен не факт наличия на территории имперского наместника, а важен факт имперского контроля над территорией в монтировании этой территории в имперскую политическую и экономическую систему. Но при этом она может быть совершенно формально независимой. Да, но и при этом я бы ещё добавил один момент к тому, что ты это обсуждал. Мне кажется, что эта ясность нужна здесь до зарезу. Слово «империя» не тождественно словам «мировая гегемония» и «мировое господство». И вот это то, чего не различили Британия и Соединённые Штаты. В какой-то момент они сделали выбор. Они не стали строить империю, которая знает свои границы, ну, знает эшелонировано, кто у неё соседи, и не стремиться к тому, чтобы владеть всем миром сознательно. И самое главное, что знает империя. Империя знает принцип конечности ресурсов. Что не бывает бесконечного ресурса. А вот от всего этого и Британия, и Соединённые Штаты отказались. И они считали, что завладев миром, они будут владеть бесконечным ресурсом. Бесконечным. И поэтому всё будет позволено. Поэтому между, так сказать, вот то, что ты описал, я бы понимал ещё так, что крах Британии, как империи, и Соединённых Штатов, прежде всего предопределён в том, тем, что они не понимали или в какой-то момент перестали понимать, в чём суть, собственно, империи и имперской политики. Я просто уточню, Дима, империя не то, чтобы не стремиться к мировому господству. Империя не стремится к насилию. Империя делает деловое предложение. Насилие для неё в состоянии противоестественное и вынужденное. То есть империя применяет насилие в том числе за пределами своих границ для того, чтобы унять варварские племена, чтобы они не мешали культурно развиваться. Значит, ну, это разовые акции. Да, она даже некоторые территории присоединяет для того, чтобы там варварские племена не базировались и не совершали оттуда свои набеги. И в нынешний век это так же актуально, как и две тысячи лет назад. Но, повторяю, она никого не принуждает насилием входить в амперскую экумену. Империя делает деловое предложение. И пока англичане и американцы делали деловое предложение, их империи разрастались, потому что в конечном итоге там жалкие кучки британцев никогда бы не смогли бы завоевать ту же самую Индию. Да, в военно-техническом плане Индия отставала, но, фактически, любая армия более-менее серьёзного из индийских владителей просто бы стёрла бы в порошок всё, что англичане могли туда послать. Значит, они опирались на местные вооружённые силы, которым оказывали только частичную британскую поддержку. Практически на всех этапах контроля над Индией. И точно так же не вели себя в других местах. И точно так же вели себя Соединённые Штаты при освоении американского континента. Повторяю ещё раз, что при помощи одних индийских племён защищали другие. Они защищали другие индийские племена. Они не самостоятельно всё это сделали, не своими руками. То есть они предлагали вроде бы выгодную форму на первом этапе. Другое дело, что в перспективе это сотрудничество могло оказаться не таким выгодным. То есть имперское предложение могло оказаться не таким выгодным, как его в своё время подавали. Но тем не менее это было именно предложение о сотрудничестве, а не о противостоянии. И Россия как раз делает абсолютно честное предложение. Россия действительно не претендует на территориальное расширение. Россия постоянно предлагает экономическое сотрудничество, чтобы вместе зарабатывать больше. Только и всего. Да, при этом, в общем-то, те, кто планирует с Россией сотрудничать, должны по большому счёту вписываться в российскую политическую и экономическую модель. Но дело в том, что российская политическая и экономическая модель не противоречит ни тому, что мы имеем сейчас на Западе, ни тому, что мы имеем сейчас в Китае. То есть они совместимы уже сейчас. И поэтому российское предложение, в принципе, приемлемое и для тех, и для других. И в этом, кстати, для Соединённых Штатов большая проблема. Потому что, представляю, Россия делает очень выгодное предложение. И для того, чтобы заставить от него отказаться, значит, надо перейти к внеэкономическим формам принуждения, что Соединённые Штаты сейчас и делают. Посмотрите на Германию. Да, и вот, повторяю, они не могут или не желают понять, а сейчас уже, в общем-то, и потеряли в значительной степени время для того, чтобы изменить свою стратегию. Они опоздали с этим уже безбожно. Поэтому я думаю, что если не случится какое-то чудо, то, в общем-то, партию, которую мы играли сейчас с Соединёнными Штатами, можно считать законченной. Неважно, какое количество ходов ещё будет сделано, какое количество пешек и фигур доски снято. Значит, важно, что выиграть эту партию Соединённые Штаты уже не могут. И даже свести в ничью для них её уже практически на сегодня нереально. Но дело в том, опять-таки, что политика продолжается после того, как исчезнут Соединённые Штаты. Я имею в виду не исчезнут вообще с географической карты мира, а исчезнут как мировой гегемон и как сила, противостоящая России. Более того, как раз в это время наступит достаточно опасный момент, потому что как только Соединённые Штаты признают, что не прекратили быть мировым гегемоном, они сконцентрируются на себе. Как только они сконцентрируются на себе, большое количество ресурсов, которые сейчас выбрасываются на ветер, пойдёт на восстановление американских позиций. Для начала на внутреннюю стабилизацию, потом на развитие, а потом мы можем столкнуться с динамично развивающимся государством. Причём это дело буквально одного десятилетия. Может быть, полутора, но при благоприятных условиях это дело одного десятилетия. От полного краха до вполне динамичного развития. И надо понять, что в течение этого десятилетия Россия тоже будет иметь дело с определенными угрозами и вызовами, на которые тоже понадобится тратить ресурс. Это не значит, что всё, мы победили, и после этого почиваем на этих самых налаврах. То есть политика тем и отличается, что там никогда не происходит ничего окончательного. Это, кстати, хорошо видно на американском примере. Они победили в холодной войне и написали оршинными буквами транспарант «Конец истории». Ну и что? Где этот конец и где эта история? История сложилась совершенно по-другому, совсем не так, как они на это дело рассчитывали. Пока что, повторяю, пока что, нам действительно, как говорил Иосиф, мне очень повезло, прошу прощения, Яков Кюбми, очень повезло с этими самыми, с нашими противниками. Вот смотри, что сейчас делает Борис Джонсон. Он принимает новую стратегию Великобритании. Вроде бы всё делает правильно, потому что действительно британское государство в военно-политическом плане смертельно ослабло, и так дальше жить нельзя, надо что-то менять. Но какой краеугольный камень закладывают в эту стратегию? Полуторакратное увеличение британских ядерных сил. Боеголовок, да. Да, я говорю, три ха-ха. Потому что британские ядерные силы, в общем-то, с точки зрения стратегии сдерживания, сейчас имеют весьма опоследованное значение. И британские, и французские ядерные силы могут иметь значение только в качестве поддержки американских. По сути дела, они играют оперативно-тактическую роль на Европейском театре военных действий. Нанести неприемлемый ущерб России Британия не в состоянии, даже если увеличит свои ядерные силы в два раза, а не в полтора. Значит, кроме того, мало иметь оружия. Его ещё надо доставить в нужную точку. Понимаешь, если нас с тобой, допустим, вооружить самым совершенным оружием 15 века, выдать нам лучшие латы и посадить на лучших коней того времени, против нас не надо будет выставлять даже слабо обученного пехотинца, который, в общем-то, нас бы обычной дубинкой разогнал. Мы просто не доедем до места сражения, с лошадок попадаем. Потому что не умеем, не приспособлены мы к этому, не обучались мы с детства этому делу. Так вот, если Британия сейчас, да, она может наштамповать определённое количество ядерных боезарядов. Это, конечно, не дёшево, но, в принципе, это решаемая проблема. А проблема носителей, которые в состоянии прорвать современную воздушную оборону. А вот эту проблему уже не может решить не только Великобритания. Эту проблему пока что не в состоянии решить и Соединённые Штаты. Ну, тем более, что у Британии своих носителей нет, они американские. Да, ну так вот. Но Соединённые Штаты закрывают, пока что закрывают вот эту вот дыру в своём военном балансе. Они закрывают за счёт массового использования ядерного арсенала, гипотетического. То есть за счёт массированности ядерного удара. По принципу, что-то, конечно, собьют, но что-то и долетит. Да, это, в общем-то, такой экстенсивный подход, неразумный, нерациональный расход. Значит, учитывая огромность территории России и, в общем-то, малонаселённость той же Сибири, будут большое количество регионов, которые, в общем-то, даже о том, что состоялась ядерная война, узнают только потому, что перестало работать центральное телевидение. Но американцы подходят, в принципе, как каждый человек, они подходят к этому со своей меркой. Если у них ураган, налетевший на Новый Орлеан, стал общенациональной катастрофой, от которой они оправлялись потом в течение года или двух, то они считают, что то же самое произойдёт и с Россией. Поэтому они действуют по принципу, ну ладно, запустим по Москве не 10, а 40 ракет. Ну, 35 собьют, 5 долетит, этого достаточно. Значит, уничтожим столицу, уничтожим ещё пару-тройку крупных городов, там, на десяток, на два десятка, даже на три десятка, значит, хватит носителей. Значит, европейская часть России достаточно густо населена, здесь сосредоточена основная промышленность, там и так далее. Нанесём таким образом неприемлемый ущерб. Страна потеряет правительственный контроль, централизованный контроль над регионами, а дальше, как мечтали все завоеватели России, которые приходили сюда до американцев, она, кстати, рассыпется, как карточный домик. Я стесняюсь спросить, пока вот это всё будет происходить, Британия будет существовать ещё? Ну, это не про Британию, а про Соединённые Штаты, безусловно, нет, да? Но каждый же надеется на лучшее. Значит, то есть, ну, каждый исходит из своих возможностей. Поэтому я говорю, что Соединённые Штаты, да, по крайней мере, ну, их стратегия военная, да, она имеет какое-то объяснение. У них большой арсенал, они периодически говорят о том, что надо выйти из всех договоров, дальше его продолжать наращивать, и тогда за счёт массированности ядерного удара преодолеть техническое отставание. Это знаешь, как с этими самыми, как с панцирями. Можно сбить 10 баерактаров, 20 баерактаров, 30 баерактаров, 40 баерактаров, но на каком-то этапе их становится слишком много. И 60-й, и 70-й долетает и уничтожает этот несчастный панцирь, да? Значит, понятное дело, что это неразумный расход ресурса. Но если по-другому невозможно, то хотя бы так. Ну, вот и здесь так. Ну, пусть даже не 10-я, не 40-я. Я только добавлю, да, что когда баерактаров становится очень много, вот, то в этом случае параллельно с панцирем действует ещё такая система, от которых у баерактаров отключается голова. Он вдруг перестаёт понимать, где баерактар находится, куда он летел, и что ему делать дальше. И в этом состоянии он просто отправляется на Землю, вдруг внезапно. Вот. И это то, что дополняет панцирь. Но это я так просто к слову, не к тому, чтобы переключить нашу... Я говорю, ну, ты знаешь, что иногда там 20-е, 30-е или 40-е долетают до цели. Ну, вот американцы тоже считают, что пусть долетит не 30-е, не 40-е, а 50-е боеголовка, но она долетит, цель паразит, и дальше уже, кстати, баш на баш. Получается. Вот. Они в этом отношении, они совсем правы, они не учитывают особенности и, так сказать, ментальности руссконародной особенности нашей государственной организации. Ну, тем не менее, у них такой подход. Так вот, слушали, еще подход американцев можно как-то логически объяснить. Подход англичан мы сейчас в полтора раза увеличим ядерные силы. Логически объяснить никак нельзя. Они просто делают себя в очередной раз первоочередной мишенью. Не, ну, они думают, что они оказывают США важную услугу. Поскольку Байден подписал СНВ, продлил СНВ, да, количество боеголовок у Америки и у России ограничено. И вот тут храбрый Борька Джонсон делает ход лошадью. В смысле, конем. Поскольку Британия не участвует в таком договоре, то они решительным движением общее количество боеголовок себя и Америки увеличивают, обходя соглашение по СНВ-3. Гениально ведь, правда? Да, Тенцент, ты в этом отношении абсолютно прав. Значит, но я еще раз повторяю, что с точки зрения стратегической, на Великобритании для того, чтобы серьезно изменить баланс сил, надо изменить количество боеголовок не в полтора раза, а на порядок. В 10. Ну, я говорю, на порядок. Да, в 10. Вот тогда, тогда, да, тогда баланс сил серьезно изменится. Потому что во всех остальных случаях, учитывая, ну, скажем так, компактность британской территории и ее высокую поражаемость, даже, сказать, обычным высокоточным оружием, и наличие большого количества этих самых высокоточных ракет в российском арсенале, самых разных, на любой цвет, вкус и запах. Значит, все вот эти потуги, значит, лишить проблему за счет частичного увеличения ядерного арсенала, на самом деле, только ухудшают стратегическое положение собственно британских островов, значит, но никак не меняют общий баланс сил на планете. Более того, если они таки добьются того, что в Москве решат, что баланс меняется, ну, значит, будут ликвидированы все эти договоры, значит, денонсировать договор небольшая проблема. Послал ноту, что мы еще больше не считаем себя им связанными, и все, до свидания. Значит, на этом лавочка закрывается. Так что, хоть чучелом, хоть тушкой, это ни методы, ни результат. Тем более, что повторяют Джонсон, я понимаю, что где-то ты прав, безусловно, что это попытка, я думаю, что даже не просто попытка, а реализация американской просьбы таким образом, значит, поддержать позицию Соединенных Штатов. Но это имеет еще и внутренние корни. Это реакция Джонсона на инспекцию британской армии, которая показала ее полную тотальную небоеспособность. Значит, как премьер-министр он должен что-то делать. Значит, он выбрал самый простой путь. А сейчас мы наштампуем ядерных боеголовок. Ну да, танки не ездят, самолеты не летают, корабли не плавают, но зато мы наштампуем еще немножко ядерных боеголовок. Но мы по опыту России 90-х годов знаем, да, ядерные боеголовки могут обеспечить безопасность от прямого вооруженного нападения такого противника как Соединенные Штаты. Но они не обеспечивают возможность защиты военно-политических интересов страны по всему миру. Ну не могла бы Россия в 90-е годы провести сирийскую кампанию. Она туда бы войска просто бы не довезла. Если бы довезла, они бы там с голоду умерли. Их бы даже не надо было уничтожать. А сейчас ничего. Сейчас и довезла, и кампанию выиграла. И ядерное оружие не понадобилось. Значит, к Британии это точно так же относится. Если у вас есть только ядерные боеголовки, то вы в лучшем случае можете повысить издержки удара по вашей территории. Только и всего. Причем, в отличие от Соединенных Штатов, Британия не может даже рассчитывать на нанесение России неприемлемого ущерба. Да, может серьезные нанести, значит, то не неприемлемый. То есть потери будут, потери будут серьезные в вооруженных силах, наверное, даже в мирном населении. Пережить это в случае трагической необходимости решить вопрос с Великобританией можно будет. Вот. при этом оставляя вне зоны внимания состояние общее вооруженных сил, как-то их обычных вооруженных сил. Джонсон фактически обрекает Великобританию на полную неспособность решать свои проблемы в глобальном плане. То есть если бы сейчас Аргентина развязала бы очередную фолкменскую войну, то я боюсь, что Великобритания не только не смогла бы ее выиграть, она бы не смогла бы отправить туда достаточно большую группу кораблей на достаточно длительное время. То есть у нее бы просто для этого не оказалось бы необходимого ресурса. А таких проблем как Фолкменская у Британии в общем-то по всему миру достаточно остались еще от колониального прошлого. Ей все равно надо поддерживать боеспособных своих вооруженных сил как любому нормальному государству, у которого есть глобальные амбиции. Даже если это государство не претендует на мировую гегемонию, а претендует работать табаке при мировом гегемоне, все равно эти самые амбиции надо обеспечивать, надо уметь хотя бы за своим тигром бегать на далекие расстояния. А Британия сейчас этого уже не может. Но я почему привел этот пример с безумной стратегией безумного Бориса. Это показатель того, что на сегодня британские и американские элиты элиты так и не отрешились от стратегии большой дубинки. Мы покажем самые большие мускулы в мире, мы покажем большее количество ядерных боезарядов, и пусть нас все боятся. А на самом деле, как я уже сказал, само наличие боезарядов проблему не решают. Во-первых, их надо доставить к месту назначения, что не у каждого получится. А во-вторых, большая часть геополитических проблем решается не применением ядерного оружия, а точечным применением обычных вооруженных сил. Вот скажи мне, пожалуйста, как могла Россия решить проблему Крыма, не обладая адекватной хорошо подготовленными обычными вооруженными силами. Нанести по Крыму ядерный удар или по Киеву нанести ядерный удар. Но согласись, это не метод и не результат. Даже для того, чтобы решить такую стратегическую проблему, простой пример. Необходимы хорошо подготовленные вооруженные силы. Аналогичным образом в августе 2008 года надо было стереть с лица земли Грузию при помощи ядерных боеголовок или использовать обычные вооруженные силы для защиты своих интересов. А в ходе того же Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией Россия должна была угрожать странам ядерными ударами или все-таки за спиной российских дипломатов находились обычные вооруженные силы и все прекрасно знали почему к их словам надо прислушиваться не потому что ракеты прилетят. И те и другие находились и одно без другого оказывается как правило недостаточным. Оказывается как правило недостаточным. Безусловно потому что надо сдерживать и своего основного геополитического оппонента у которого тоже есть ядерные силы. Это точно так же как дипломат не может быть хорошим дипломатом если за его спиной не стоит сильная армия его просто не будут слушать. Точно так же сильная армия не может полностью выполнить свои обязанности если за ее спиной не стоят серьезные ядерные силы потому что если вы втянетесь в клинч с ядерной державой то побеждайте сколько хотите на обычном поле сражения но в конечном итоге не воспользуйся ядерным ударом. То есть понятно что ядерные силы должны находиться в арсенале любого нормального государства но они не могут решить все проблемы для решения большей части оперативных проблем нужны обычные вооруженные силы так вот британское руководство полностью игнорирует я понимаю что нету денег я понимаю что есть большие проблемы в том числе из комплектации армии я понимаю что есть большие проблемы с содержанием техники и всего остального но вместо того чтобы эти проблемы решать как кстати решала Россия после 90 в которой были не меньшие проблемы с вооруженными силами после 90 годов вместо того чтобы эти проблемы решать они говорят просто давайте наштампуем лишних ядерных боеголовок пусть их у нас будет больше пусть будет посмотрим кому от этого будет хуже но